Все рассматривали чрезвычайное положение только через призму того, что будет сделано в Молдове для преодоления коронавируса, для преодоления эпидемии. Но там есть и политическая составляющая, и она очень важная. Ведь при этом положении оппозиция практически была лишена своих основных методов ведения борьбы. Это и парламентская трибуна, это и уличные протесты, потому что в условиях чрезвычайного положения такие действия не могут произойти. И вот и накопилась определенная масса, определенная энергия. Это происходит обычно во всех странах, не только в Молдове. Я не говорю, что на этом этапе, но обычно после таких периодов происходит всплеск. И вполне объяснимо, что оппозиция хочет завоевать новые позиции на политическом плане. Естественно, что главная позиция это бить по правительству. Это поступает оппозиция так в любой стране. Я опять же не говорю, что это в условиях эпидемии, в условиях пандемии. Но в целом это так и происходит. Но вот господин Боля говорит, что у оппозиции сегодня нет 51 депутата, который необходим, голос которого необходим, чтобы отправить действующее правительство в отставку. Это так. И надо учитывать, когда мы считаем депутатов парламента. По-моему, президент сегодня отметил в интервью одной радиостанции, что когда считают депутатов, надо учитывать, что у нас де-факто 100 депутатов, а не 101. Потому что один из депутатов, по-моему... Отсутствует на заседании. Работает в диаспор. Не работает непосредственно здесь в парламенте, скажем так. Надо учитывать и то, что произошло в последние недели. Возобновился отток депутатов из демократической партии. Если демократической партии удастся остановить этот отток, то, конечно, трудно будет отправить в отставку правительство его на тику. Если же демократическая партия не справится с наведением порядка в своих же рядов, то, конечно, ситуация может измениться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова